Продолжаем рассматривать инструменты редактирования. В AutoCAD есть интересная и полезная возможность производить разметку объектов. Вот, например, у нас есть объекты. И эти объекты можно поделить, исходя из количества частей. То есть мы можем назначить, что этот объект поделить на 5 частей. И объект поделится на 5 частей ровненько. Или этот объект выбрать, его тоже поделить на 5 частей. Или этот на 5, на 10, на сколько угодно. Это первый вариант. И второй вариант это поделить объекты, исходя из размера частей. То есть назначить, например, что там часть должна быть 5 мм. И этот объект разделить на кусочки по 5 мм. При этом надо иметь в виду, что когда поделится объект на части, то эти отметки, которые будут его делить, они не разрушают целостности объекта. То есть вот эта дуга, она как была дугой, так и останется. И дальше нужно иметь в виду, что если мы потом удалим этот объект, то вот эти отметки, они остаются. Это тоже иногда бывает полезно. Иногда бывает полезно. Прежде чем приступать к делению, то необходимо сначала маркер назначить. Ну, делится будет объект точками. Но сама точка по умолчанию, вот здесь инструмент есть точка, она по умолчанию имеет такой размер, маленькие черные кружочки. Если его сюда поставят, то ее видно здесь не будет. Поэтому целесообразно что? Поменять маркеры. Для того, чтобы поменять маркеры, нужно ввести команду в командной строке тип точки. Откроется окошко, в котором мы можем поменять форму самой точки. Вот по умолчанию, вот видите, вот эта точка здесь стоит. Ну, мы можем что-то поменять на другое поставить. Ну, например, выберем такую. Размер точки, как правило, по умолчанию стоит 5%. 5% это от размера самого экрана. Вот от размера экрана. И если мы будем приближать, уменьшать, все равно он будет оставаться, размер этого объекта, 5%. И это вполне достаточно. Значит, выбрали, назначили, окей. А теперь попробуем поделить. Инструмент для разметки находится здесь. Рисование. И вот здесь, видите, первый. Поделить. Поделить. Если мы задержим курсор, то открывается здесь видео. И здесь показано, как инструмент работает. Ну, работает он так. Нажимаем. Дальше. Предлагается выбрать объект для отделения. Выбираю. И далее ввести необходимо число сегментов. Я вывожу 6. Нажимаю Enter. И вот смотрите, объект у меня поделился на 6 равных кусочков. Можно измерить и проверить, они все равные. Ну, точно так же можно поделить, например, объект, выбрать вот этот объект, ввести там 4 сегмента, Enter. И вот он поделился, видите, на 4 сегмента. На 4 сегмента. Ну, а давайте посмотрим, как это работает с окружностью. Поделить. Допустим, там 7 сегментов. Да, выбрать объект. 7 сегментов. Enter. И вот он поделился на 7 объектов. На 7 частей. 7 частей. Вот эти объекты, они являются сами по себе... Той маркер является сами по себе объектом. Теперь давайте посмотрим, как поделить объект на сегменты заданной длины. Точно так же открываем рисование. И вот здесь вторая команда рядышком разметить по интервалу, да, нужному. И обратите внимание, что интервал, видите, он делится от начала объекта, и кончик остается уже какой остался, да. Но интервалы одинаковые. Значит, выбираю разметить. Выбираю объект для разметки. Ну, интервал поставлю там 5 миллиметров. Enter. И вот он поделился, видите, на 5 миллиметров. Ну, и обратите внимание, что здесь интервалы, вот если мы посмотрим, они все одинаковые. А вот последний остался, какой уже остался, да. Ну, все эти промежуточки являются здесь 5 миллиметров. Дальше. Ну, например, возьму здесь объект для разметки окружность. И длину поставлю 10 интервалов. Вот он поделился, видите, 10 миллиметров. Ну, и еще один возьму объект, тоже поделю его с интервалом 20. Выберу объект сначала, интервал поставлю 20, и поделю. Вот он поделился на 20. Видите, вот два кусочка поделились, 20 и один тот, который остался. Значит, ну, может быть, вас смущает вот эта точка. Ну, давайте тогда еще поменяем эту точку обратно. Тип точки. И, ну, что возьмем? Ну, например, вот такой тип точки поставим. Окей. Вот она, видите, меняется таким вот образом. И еще последний раз поменяем тип точки. Ну, возьмем стандартную. Видите, о котором я говорил. Ну, вот. Вот здесь эти точки есть, но мы их здесь и не увидим. Поэтому, что логично, что данный тип точки точно не подойдет. Можно взять, например, ее чуть поменьше сделать, 2 миллиметра, и взять вот такой вот, например, вот, или такой вот кружочек. И вот они, вот они получились. Ну, можно еще меньше, да, получить. Теперь смотрите. Я вот здесь возьму, это удалю, да, и сами маркеры остались. Это мне дает возможность, например, строить что-то, строить, привязываясь к этой точке. Видите, привязываться ровно к этой точке. Что бывает иногда необходимо и удобно. Видите, привязался ровненько к центрам точек. Или могу расставить объекты, чтобы они были, например, у нас по окружности. Вот так работает разметка объектов в авторкаде.